Продолжение очень многое значит в этой жизни. Конечно, надо напомнить о том, что ведь у них каждодневные тренировки и не двухразовые, а трехразовые. Даже просто вот правильно питаться, я хочу сказать, ведь нельзя же просто там на какой-то простой пище. Надо же сохранять еще фигуру и силу, поэтому тратить денежки немало и даже только на одно питание, чтобы вырастить хорошего спортсмена. Но этого гимнаста мы уже знаем, Юрий Тихановский, он участник чемпионата мира в Генте. Член сборной России. Ну это уже старичок, если сказать. 76-й год, это уже 26 лет. Это, конечно, не юный мальчик, правильно было замечено. Ну и уже ошибок таких вот неорганизованных набрал. Блестящие, вот такая блестящая по силе и не элегантная по исполнению, потому что все было не вытянутое, все как-то было преподнесено черновым вариантом. Тяжеловато он всегда, Тихановский выглядит тяжеловато, да? Если учесть, что, например, Алексей Немов, он такого же сложения, крепкого, похожего, да? Но он всегда элегантен, в нем нет этой тяжести. А в Тихановском все-таки присутствует вот эта вот некая тяжесть, неоторванность от земли. Хотя физически очень сильный парень. Сильный, конечно, парень. И мне думается, он действительно физически может перекрыть очень многих гимнастов, но почему-то не отглаженный. Почему-то вот он... Сейчас посмотрим, как он завершит пюроид задняя и на карачках, извините за такое выражение. Никак он не завершит, и, конечно, в тройку он не войдет. У нас остается еще три участника, два участника, Евгений Крылов и Евгений Подгорный, как раз которые имеют возможность показать оценки все-таки повыше, чем мы здесь видели. Да, да. И, наверное, они и разыграют это сейчас, если не будет каких-то неприятностей. Пока самая высокая оценка у Антона Голоцудского 9 ровно. Остальные все ниже 9 баллов. Да, и Анатолий там вроде-то. Чемпионат России судится по другим правилам, нежели мировое первенство. Лидия Гавриловна, немножечко об этом коротко. Ну, немножко напомним, да. Это трудно. Это трудно и для судейского аппарата, и вроде для гимнастов, потому что, естественно, они прокатывают свои уже накатанные программы, тем более, что через буквально там месяц небольшим будет чемпионат Европы. Но, чтобы нам быть наголову выше, чтобы не было этих спорных ситуаций, один хорошо выполнил гимнаст, и второй хорошо, нам надо явно перебирать в трудности, чтобы уже хотя бы здесь был вопрос решен твердо, что мы сильнее и мощнее всех. Поэтому Аркаев и Федерация гимнастики России приняли такое решение проводить судейство по России.